здравствуйте друзья на связи кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания лям как устроена работа компания лям вы можете узнать пройдя по ссылочке на наш сайт ссылка на сайт есть в описании этого любого другого ролика на сайте выложена видео презентация посмотрите и будьте как автор этого ролика человек прислал ролик и написал нам в письме что скорее всего вы не выложите потому что нет драйва и тому подобное но друзья драйв то есть уже на потоке нас узнают русский стандарт подтверждение то что они смотрят многие спрашивают да кто ж елки-палки дизлайки ставят друзья вот они вот четкий конкретный пример как только при упоминании компании лям попрошай как тут же сдулся вы знаете голос наверняка вы его узнаете потому что я узнал я не стал рыться я не стал копать но я последнее время ролики все заглавливаю употребляя применяя название той самой организации откуда звонят поэтому если в поисковике набрать русский стандарт и заморочиться и послушать то голос мы этот с вами узнать найдем ну надо вам это делайте я не стал этого делать оставлю на ваша как говорится мнение но и ссылочки в комментариях присылайте если найдете этот голосок несчастный бешеный или бедненький да ну а второго огромное спасибо вот видите выкладываем причем с удовольствием выкладываем на общий суд а и знаете что хотелось сказать вот человек не наш клиент и кто-то говорит что мы там дорого берем за свои услуги не умудрившись даже посчитать насколько это выгоднее чем платить бесконечно в банк да вы вот послушайте человек просто не заплатив ни копейки обрел душевное жизненное спокойствие и живет для себя и плевать он хотел на этих всех взыскателей и банкиров правильно он сказал почитал увидел что банк его на этого и и но вы услышите так и принял для себя единственно правильное решение и мы не тянем людей таких в клиенты захочет пойдет не захочет сам будет учиться справляться дело в том что обретя спокойствие человеку гораздо проще познакомиться со всем материалом и самому где-то что-то предпринять в конце концов обратиться к другим юристам мы никогда не навязываем себя где-то есть дешевле я уверен но единственно что хочу сказать не поймите меня превратно очень много мошенников среди юристов и очень много юридических компаний которые в общем там позиционируются как бы как помощники но на самом деле это банковские ставленники они делают все необходимое для того чтобы человеку запудрить голову и сделать так как выгоднее банку очень много есть тестов которые определяют такие вот скажем так конторы вот есть плейлист на моем канале ссылочка на него в правом верхнем углу выходит сейчас там я очень много горел то много много прям обращение к вам я этот вопрос тоже затрагивала не раз как распознать юридическую контору мошенников которые либо обманывают просто банально людей либо это ставленники банковские но кстати на просторах ютюба многие знают одного очень интересного пухлого человека который себя позиционирует как помощник на самом деле я уже давно выяснил что это представитель ну могу ошибаться но русского стандарта по моему кстати говоря а только он это тщательно скрывает но все тайное рано или поздно становится явно ладно на этом не будем останавливаться я предлагаю вам послушать ролик автору огромное спасибо поехали здравствуйте здравствуйте звонок вам послушает банка русский стандарт зовут меня с ребенок Сергей Сергеевич Николай Викторович могу слышу позвоню по вашему договору эту карту русский стандарт классик номер договора 11359087 у вас имеется задолжить 146008 рублей скажите пожалуйста почему вас не призывайте Николай Викторович? а вы предыдущий звонок послушаетесь на понятие что послушаетесь на понятие? предыдущий я говорю разговор у вас же записывается записывается но мне ни к чему его просто если я разговариваю с вами не слушаю вас а мне что по 100 раз каждому вам объясняйте? ну до тех пор пока вы не платите банк имеет право вам звонить ну а я имею права даже не разговаривать если ухто на то пошло вообще в жизни? да Да, вы можете не забыть, что не запрещено. С нами? А какая польза от этого вам? А какая польза от того, что я сейчас разговариваю? Что? Какая польза от того, что я сейчас разговариваю? Польза для кого? Для вас или для банка? Ну, для вас польза, как минимум, вы конформированы. Не знаю, может, жизненные позиции свои поменяете, Николай Викторович. А для банка, ну, в принципе, пользы пока никакой, пока никакой, только убытки, вот, сухар от 6 тысяч рублей, скажем так, выдержите, если не отдаете банку? Ну да. Вот так, Николай Викторович. А в чем проблема-то, вы мне объясните, пожалуйста. Нет, не будут. Что? Не буду объяснять, не хочу. Не завозить. Не хотите? Да. Не хотите. А кредит получить бы хотели, да, вот деньги вот эти? Ну, наверное. Наверное. Вы знаете, да, то, что вот за счет телефона к разговору банк имеет право передавать именно в суд? Ага, давай. А что не передаете? Для подтверждения того, то, что действительно. А скажите, раз, о чем проблема? Вам нужна суть? Что не передаете? Вы все время говорите, что вы говорите. Ну, что это говорят? Банк, 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 банк просите, что вам это даст? Вот вы так говорите. Вы все время меня говорите, там, это, пугаетесь судом. Что, не подаем? Я вас не пугаю, я вас не пугаю, Николай Викторович. Я говорю, у меня и ваши коллеги, я вас прошу. Ну, ладно, хорошо. Вас предупреждают, что банк может обратиться. Ну, а что, не подаем? Ну, что, вы звоните и упрашиваете, отдайте, отдайте. Подали в суд, забрали деньги. Вы говорите, я по суду сразу отдал вам. Подождите, мы больше не просим у вас, понимаете, абсолютно, и банк не влаготворительной организации, чтобы, знаете, так раздавать деньги именно по 146 тысяч. Ну, раз тут не подается, не влаготворительной организации. Так мне мотивов ваше понять о ходе, понимаете, для начала. Вы почему не отдаётеся вообще? Не буду объяснять, я сказал, не хочу. Так нет таких причин, что ли? Или вы просто для интереса, для любопытства хотите? Я говорю, предыдущий звоночек послушать. Там всё ясненько, всё расскажем. Так, а почему не слушать-то? Я вас слышу, Николай. Я не буду по 100 раз, не попугай. Рассказывать каждому. Вы не попугай? Да. Сейчас посмотри, подождите, что помер. А, нормально. А вы где сейчас проживаете? А какая вам разница? На Советской 50? Вам какая разница? В смысле, какая разница? Вы должны анкетные данные уточнить, Николай. Я говорю, не уточняй никому. Голос из трубки. Не, я не должен. Зачем? Вы себя обещали договором. Я даже не умею, что мне из банка звонят. Так что не надо мне рассказать, что я говорю. Как вы знаете, я представился. Ну, представься, я тоже могу представиться. Если дойти за суд, проверить телефон. И как бы не переживайся, всё нормально, чтобы подтвердиться. Ну, вот проверяйте сами, там что хотите. Я не буду. Проверяйся, дрипаться. Вы не будете, да, ничего? Да, конечно. Николай Викторович. Смысл. Понятно. А у вас какая жизненная позиция вообще, чего добиваются? Ни какая разница. Да что вы? Рассказывайте, объясняйте, ничего не собираюсь. Есть какая-то разница, Николай Викторович. Вам мои мотивы рассказать, что нужно, или что? Не, не, ничего не надо. Не я звоню. Так, если вам ничего не надо, вы зачем вопросы такие задаёте? Такие вопросы я задаю. Ну, то, что какая разница, не какая разница. Вам же, в принципе, без разницы. Я говорю, ещё раз повторю. Молосы с руки объяснять ничего не собираюсь. Ну, скажите, пожалуйста, мотивы-то ваши какие? Опять. Вы обиделись на что-то, или что? Зачем вы? Да, обиделись на что-то. Ну, мало ли, бывает же разной жизнью. Ага. Может, не знаю, у вас какой-то негативный фактор 5 месяцев назад был до звонка. Ага. Или что, пруга, или сможет вы с кем-то. Вы зачем так разговариваете? Отвечать не хотите. Деньги взяли, значит, отвечать не хотите. А почему я должен отвечать вообще на ваш вопрос? А мне просто, ладно, давайте вы так, Николай Викторович, только один вопрос задам, и, в принципе, потом можно закончить разговор. А скажите, пожалуйста, вот вы деньги не возвращаете, вы как бы думаете, что вы еще никогда не вернетесь в суд? Суд не подадите, не верну. Нет, вы условия не навязываете банку. Банк станет, чтобы поступать. Ну, вот решайте. Суд подать, не суд подать. Да, решайте. Вы мне позвонили, я буду говорить, что хочу и как. Вы на вопрос конкретно ответите, Николай Викторович. То есть вы отдадите деньги сами, да? Да, потому что было обязательно. Через судебного пристава, как положено по закону, обязательно все отдам добровольный. Подождите, а вот почему банкейст тогда не оказали, когда он картует, чтобы будет возвращать в судок? А потому что в банкейте не указано было, мне наемы будут банки. Вот, уже пошло право, блин, Николай Викторович. В смысле, в чем вы обманули? Вот я говорю, послушайте предыдущие звонки, и там все будет. Там ничего не было, я вас слушал. А вы еще раз послушайте. Хреново, значит, у вас есть звонки. Я там не слушал, не слушал, вернее. Да вы что? Ну, хреново, значит, записывается у вас там? Качественно записывается. Да что-то как хреново, раз вы говорите, там нет. Я вам серьезно говорю. Вы можете зайти на канал Дмитрия Евгеньевича Куйнисовым, на Алиам Компании. Там послушайте, там есть какой-то разговор. Вы его клиент тоже, да? Привет. Я так понимаю, вы с услугами его пользуетесь? А, если вы его пользуетесь, вы смотрите канал. Зачем? Просто пообщались с его юристами, с ним лично. А, виделись? Общались. Общались. И что, как он? Отлично вообще. Я вот тоже некоторые ролики, признаюсь, смотрел. О, классно, классно. Ну как? Только мне вот непонятно, вот знаете, вот что он именно агитирует этим самым. Я вот не пойму. То, что можно, я, наверное, думаю, даже может быть к нему потом как-то самому что-ли обратиться, взять кредит в банке большой, к нему обратиться, чтобы не возвращаться что-ли. Как-то, не знаю, политику эту не понимаю. Какую политику? Ну, того, то, что вот вы тоже не возвращаете, например, да? Ну, ну. То, что там происходит тоже, это я слышал пару, ну, как бы смотрел пару роликов. Ага. То, что вот клиент не возвращается. Или вы, скажите, пожалуйста, Николай Викторович. Хорошо, давайте, значит, паспортим. Вот судебный приказ будет. Ну, к примеру, банк суд входил, судебный приказ получили, все нормально. И вы, как получается, по судебному приказу сразу с ума дадите, правильно? 146 тысяч. Ну, надо изучать дело клиента, прежде всего, звонить. Нет, понятно, что я изучил. Подождите. То есть, кого судебный приказ еще не было, понимаете? Исковое заявление отменено. Это уже исковое заявление, а не судебный приказ. Не надо, наверное, рассказывать. Судебный приказ был, он отменен. Теперь у вас есть право, полное, законное, подать исковое заявление. Пожалуйста, подавайте. Исковое. Так. Суд вызовет вас у сторону, меня суд. Вас вызовет. Да, да, да. И там я уже все. И там я уже, да, 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 да. Какие права были нарушены? Вот там я права были нарушены. Что вы расскажете? Какие права были нарушены? А вы с кем предыдуете? Один предыдущий? Ну, да, да. Да нет, просто интересно. Ну, может, с Медведевым Евгеньевичем приду. Не знаю, по-моему. С человеком, который... Ну, я говорю, может, с Медведевым Евгеньевичем приду, может, там приду. Не знаю, пока. Вы сначала подайте сюда, потом уже будем думать, с кем идти. Угу. Все, понял вас. Я вас услышал. Ага. Желаю всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Да, вот такие, друзья, мои дела. Я вот отвечу в процессе, в конце разговора, вот эта вот попрошайка, что такое вот он выдвигал, типа он не может понять политики компании АЛЯМ, либо вот это, непосредственно, моей политики, политики Кузнецова-Дмитрия, чего я добиваюсь, что я продвигаю. И выразил свое мнение, вот ассоциации такие, типа, может быть, и мне обратиться, взять большой кредит и не отдавать. Так я вот отвечу ему и таким подобным, ему подобным персонажам. Компания АЛЯМ эксплуатирует строго законные методы, и мы помогаем людям, это наш девиз практически, речитатив, попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками. Если к нам кто-то обращается и говорит, что вот я сейчас возьму кредит, вы мне поможете, чтобы его не отдавать, мы это повторяем человеку. Конечно, мы не можем контролировать всех, и у нас нет инструментов для проверки, откуда у человека тот либо иной кредит, и с какими мыслями он его убрал. И это пускай остается на его совести. Так вот, вы заметите, какие попрошайки сразу, да, ассоциации. То есть, вот у человека сразу, в принципе, в приоритете интерес кого-то обмануть. Нет, заявляю, мы помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. С банкирами, с микрофинансовыми организациями, с онлайн-займами, с коллекторами и так далее. Еще раз обращаюсь к этой попрошайке, друзья мои. Уж понимаю, что те, кто из вас будет после этого смотреть презентацию, не берите, как говорится, на вид. Но я ему тоже рекомендую, как и всем своим потенциальным клиентам, еще раз рекомендую, посмотрите видеопрезентацию на нашем сайте. После этого взвешивайте все и делайте выводы. Только ни в коем случае не поспешные. Если вы уж действительно хотите сделать очень серьезный и один из самых важных шагов в своей жизни, именно встать под юридическую защиту компанию Алиам, предыдущего юридического оператора на территории России, так это вам действительно нужно сделать в первую очередь. Посмотреть видео на нашем сайте. Ссылка на сайт есть в описании ролика. Ну и в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказка. Вот она. Друзья, конечно же, напишите комментарии, все, что вы считаете необходимым написать. Поставьте лайк. Автор молодец. Я считаю, очень хорошо себя повел, достойно. Ну и еще, скажем так, по поводу конкретно русского стандарта. Как я много-много раз говорил, мы регулярно проводим внутренние исследования и смотрим, какие банки менее всего подают в суд на наших клиентов. Ну вот русский стандарт, в том числе, очень редко, поняв, что человек защищается, человека защищают, вообще отказывается от официальных претензий. Но это не значит, что мы не продолжаем работать. Мы сами идем в суд, сами подаем иски на банкиров, сами через суд требуем у них предоставить документы и много-много еще. То есть, одним словом, показываем, как мы настроены, что мы хотим ту самую правду получить. И как вот в этом ролике сказал автор, я не читал в вашей анкете, что вы меня будете обманывать. Да, они этого не напишут, да и простой человек не разберется. А вот юристы разбираются. И если нам что-то не нравится, мы, естественно, требуем у банка изменить условия. Уже через суд. Мы, естественно, требуем недостающие документы через суд. Это та, знаете, верхушка айсберга всей нашей работы. Мы работаем 12 месяцев. Поймите, это серьезный комплекс мероприятий. Вот такая ситуация. Ну, я буду с вами прощаться. Еще раз большое спасибо автору. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании этого и любого другого ролика. Поделитесь роликом этим и другим в соцсетях. Пускай побольше людей узнают о нас. еще раз повторяю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Коля. Всего вам доброго, друзья, счастья, здоровья, финансового благополучия. Субтитры сделал DimaTorzok